Границы противостояния. Почему ЛДНР, Херсон и Запорожье вступают в РФ и к чему это приведет? В Кремле 30 сентября были подписаны договоры о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. То, что на Западе расценили как попытку перекроить карту Европы, в России назвали «волей миллионов». О том, что предшествовало этим событиям, что происходит сейчас и по каким сценариям может развиваться ситуация в обзоре Билта. С чего все начиналось? История противостояния на Донбассе берет начало не с 2022 года, как это порой видят на Западе, а на 8 лет раньше. Именно в 2014 году, после госпереворота в Украине, жители юго-востока страны отказались подчиняться новым властям. В двух областях – Донецкой и Луганской – вспыхнули массовые протесты. Также сформировалось народное ополчение. Произошли столкновения между украинскими военными и отрядами ополченцев, которые постепенно переросли в масштабные боевые действия с применением авиации и тяжелой бронетехники. Фактически, началась гражданская война. В апреле 2014 года власти двух регионов объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик. Далее, в мае 2014 года на территории областей состоялись референдумы о самоопределении. В Донецкой области за самоопределение проголосовали 89,7% избирателей. В Луганской – 96,2%. Сразу после этого был объявлен государственный суверенитет двух республик, принятый Конституцией. Украина независимость ДНР и ЛНР не признала. Вооруженный конфликт продолжился. На протяжении восьми лет предпринимались попытки дипломатического урегулирования ситуации на востоке Украины. Была сформирована трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию с участием представителей Украины, России и ОБСЕ, а также «Нормандская четверка», куда вошли руководители Германии, России, Украины и Франции. В сентябре 2014 года в рамках контактной группы был подписан Минский протокол. Спустя полгода, в феврале 2015, на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России был согласован комплекс мер по выполнению минских соглашений. Минские договорённости были одобрены специальной резолюцией Совета безопасности ООН. Столица Беларуси стала площадкой для регулярных встреч представителей трёхсторонней контактной группы. Тем не менее, на практике переговоры затягивались. Положения договора не выполнялись. Постоянно нарушались условия перемирия. Мир на Донбасс так и не пришёл. За восемь лет война унесла жизни около 14 тысяч человек. Многие стали беженцами и вынужденными переселенцами. Украина также ввела полную экономическую блокаду Донбасса. Так, украинское правительство прекратило выплату всех социальных пособий, включая пенсии, обслуживание банками счетов населения и предприятий Донбасса. С 2017 года Киев полностью приостановил транспортное сообщение с ДНР и ЛНР. Ситуация серьёзно обострилась осенью 2021 года, когда страны Запада увеличили военные поставки в Украину, в том числе летального оружия. Участились обстрелы вдоль всей линии соприкосновения. На фоне эскалации в феврале 2022 года началась эвакуация населения ДНР и ЛНР на территорию России. В обоих регионах была объявлена мобилизация. В это время главы Донецкая и Луганская народных республик обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость регионов. И Россия признала. Это произошло 21 февраля. А ещё через три дня, 24 февраля, в ответ на просьбу о помощи со стороны Донбасса, Путин объявил о начале специальной военной операции в Украине. В ходе СВО под контроль российской армии перешла Херсонская область и большая часть территории Запорожской области. Столица региона, Запорожье, осталась под контролем Киева. Власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в последние месяцы неоднократно заявляли о желании более тесной интеграции с Россией. В частности, появились инициативы о проведении референдумов о вхождении в состав России. Как проходили референдумы? Решение о присоединении к Российской Федерации четырёх регионов было принято по итогам референдумов. 19 сентября общественные палаты Луганской и Донецкой народных республик обратились к главам регионов Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой организовать референдумы о присоединении к России. На следующий день власти ДНР и ЛНР заявили, что референдумы пройдут с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Голосование стартовало 23 сентября, как и было запланировано. Возможность проголосовать была у всех дееспособных жителей старше 18 лет. Также было организовано голосование для жителей четырех регионов, выехавших на территорию России. За проведением голосования следили более 130 международных наблюдателей из России, Италии, Германии, Латвии и других стран. Избирателям было предложено ответить на вопрос, поддерживают ли они вхождение их региона в состав России на правах субъекта Российской Федерации. Согласно официальным итогам голосования, это решение поддержали 87,05% избирателей в Херсонской области, 93,11% в Запорожской области, 99,23% в ДНР и 98,42% в ЛНР. Сразу же после проведения референдумов все четыре территории обратились к российским властям с просьбой о включении их в состав России. 30 сентября в Кремле прошла церемония, во время которой президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожская и Херсонская областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Путин заявил, что жители ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская областей в ходе референдумов сделали однозначный выбор и назвал решение о присоединении четырех регионов волей миллионов. «За нами правда, за нами Россия», – заключил российский лидер. 2 октября Конституционный суд России постановил признать договоры о включении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России соответствующими основному закону страны и определил срок интеграции новых регионов в состав России до 1 января 2026 года. Договоры о принятии четырех регионов в состав Российской Федерации 3 октября ратифицировала Госдума России, 4 октября – Совет Федерации. Что предусматривают договоры о присоединении? Согласно договорам, все четыре региона считаются принятыми в Российскую Федерацию с даты подписания документов, то есть с 30 сентября. При этом договоры вступают в силу с даты ратификации, сообщает ТАСС. Присоединившись к России, ДНР и ЛНР будут иметь статус республик и сохранят свои названия. Херсонская и Запорожская области войдут в состав России как области. Пределы регионов будут определяться их нынешними границами. В то же время границы, сопряженные с территорией иностранного государства, становятся государственной границей России. Население регионов с 30 сентября признается гражданами Российской Федерации. На подачу заявления об отказе дается месяц. С начала следующего года денежной единицей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будет российский рубль. Пока же здесь разрешается использование украинской гривны. Согласно международным договорам, до 1 января 2026 года будет установлен переходный период, в течение которого новые регионы должны быть интегрированы в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, в систему органов государственной власти. До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода также будут созданы органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы России. Выборы парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пройдут в единый день голосования в сентябре 2023 года. Что говорят на Донбассе? Главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей активно комментируют итоги голосования и процесс вхождения в состав России. В целом, посыл заявлений общий. С присоединений к России на Донбассе видят возможность обеспечить свою безопасность и создать приемлемые условия для жизни людей. Надежд на то, что Киев пойдет на мирное решение вопроса, не осталось. Для этого украинским властям пришлось бы идти наперекор планам Запада, который готов воевать до последнего украинца. Глава ДНР Денис Пушилин назвал итоги референдума о вхождении в состав РФ всенародной победой. Он отметил, что ДНР более восьми лет боролась за восстановление исторической справедливости, поэтому результат референдума не стал неожиданностью. Пушилин также назвал подписание документа о вступлении в состав России историческим событием. «Мы дома. Донбасс вернулся в Россию. Россия приросла миллионами своих патриотов», – отметил Пушилин. Глава ДНР также высказался о возможности мирных переговоров с Украиной. Он отметил, что не испытывает иллюзий в этом вопросе, поскольку Киев не самостоятелен, и вряд ли Украине позволят вступать в переговоры. Глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя подписание документа о присоединении к России, заявил, что свершилось то, к чему через слезы и боль шли миллионы русских людей. Он отметил, что Донбасс теперь дома, выразил уверенность, что регион ждет счастливое и светлое будущее. Отдельно Пасечник отметил, что военный конфликт с Киевом длится уже 8 лет. На протяжении этого времени гибнут жители ЛНР, уничтожается промышленная инфраструктура, школы, больницы, детские сады. И все это происходит под молчание цивилизованного мира. В то же время Пасечник подчеркнул, что только Россия в течение 8 лет оказывала и продолжает оказывать помощь жителям Донбасса. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в обращении к Путину заявил, что запорожский народ хочет стать одним государством с Российской Федерацией ради достижения мира и безопасности, верховенства прав и свобод человека. Он также сообщил, что после вхождения в состав РФ четырех регионов будет создан новый федеральный округ. Детали названия еще обсуждаются. Выступая в эфире телеканала Россия 24, Балицкий также заявил, что вся территория Запорожской области должна быть освобождена и отметил, что впереди много работы. В свою очередь глава администрации Херсонской области Кирилл Стримаусов заявил, что решением большинства жителей регион де-факто вышел из состава Украины, которая на самом деле представляет интересы коллективного Запада, а не украинского народа. Он также заявил, что Херсонская область не нуждается в признании итогов референдума со стороны Запада. Стримаусов также поделился планами на будущее. По его словам, Херсонская область планирует отказаться от гривны. Во взаиморасчетах будет использоваться только российский рубль. Глава региона также призвал расширить географию спецопераций в Украине, чтобы не допустить ракетных ударов по территории России. Как реагируют в мире? Официально Киев, а также страны Запада еще до проведения референдумов о присоединении четырех регионов к России заявили, что не признают итоги голосования. Поэтому реакция Европы и США оказалась вполне предсказуемой. Так, глава европейской дипломатии Жазеп Боррель заявил, что вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, фактически делает невозможным завершение конфликта с Украиной. Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете «Ноя Оснабрукер Цайтунг» отметил, что его страна не признает результаты референдумов. Он также пообещал и дальше оказывать поддержку Киеву. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что референдумы не будут иметь юридической силы, поскольку их не признает международное сообщество. Министр иностранных дел Франции Катрин Колона заявила, что страны Евросоюза введут против России санкции из-за проведения референдумов. По ее словам, рестрикции затронут лиц, ответственных за организацию референдумов. Также ограничительные меры коснутся тех сфер, которые прежде не были охвачены санкциями. Примечательно, что Запад грозит санкциями не только России, но и своим гражданам, которые выступили наблюдателями на референдумах. Об этом, в частности, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стана. Президент США Джо Байден призвал международное сообщество осудить Россию за включение в свой состав регионов, в которых прошли референдумы. Тем временем в Конгрессе США пошли еще дальше, предложив наказывать страны, признавшие референдумы. В частности, такие государства могут лишиться экономической и военной помощи со стороны США. Глава американского Госдепа Энтони Блинкен и вовсе заявил, что Вашингтон не возражает против применения Украины и западного оружия против регионов, которые по итогам референдумов присоединятся к России. Позже представитель Госдепа Нейт Прайс пояснил, что данные регионы воспринимаются Вашингтоном как территория Украины, а значит, украинская армия может действовать на свое усмотрение. Между тем, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос журналистов о возможности эскалации после проведения референдумов, заявила, что власти США не стремятся к конфликту с Россией и пытаются не допустить дальнейшей эскалации из-за Украины. Осторожно высказывается официальный Пекин. Так, выступая на заседании Совбеза ООН по ситуации в Украине, постоянный представитель страны при Всемирной Организации Чижань Цзунь заявил, что Китай занимает позицию соблюдения территориальной целостности и суверенитета стран. Он отметил необходимость поддерживать усилия, которые могут привести к мирному разрешению кризиса в Украине. Генсек ООН Антонио Гутерриш заявил, что присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей нельзя принять, поскольку референдумы прошли вне юридических рамок Украины и на территории, находящейся под контролем России. По словам Гутерриша, вхождение регионов в состав РФ является нарушением устава ООН. В ответ на слова Гутерриша официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что генсек ООН превысил свои полномочия. Захарова напомнила, что глава Всемирной организации ранее предпочитал умалчивать о нарушениях Украины и Минских соглашений. Генсек ООН фактически солидаризировался с коллективным Западом в избирательном подходе в трактовке событий вокруг референдумов, цитирует Захарову известие. Россия 30 сентября в совбезе ООН наложила вета на проект резолюции США и Албании о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Примечательно, что Китай, Индия и Бразилия воздержались от голосования по резолюции. Чем отвечает Россия? Глава МИД России Сергей Лавров назвал истерикой реакцию Запада на референдумы в Донбассе. Он напомнил, что в одном из своих интервью в августе прошлого года Зеленский рекомендовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков уходить в Россию. Лавров отметил, что сейчас эти люди так и поступают, забирая с собой при этом свои земли, на которых столетиями жили их предки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее умиляют аргументы Запада о том, что Россия решила перекроить карту Европы. Смешно слышать о перекройке границ из-за океана, после натовских бомбардировок Югославии, после поддержки перекройки Сербии американской авантюры с независимостью Косова. Надо уже им раз и навсегда определиться, перекройка границ – это хорошо или плохо. Если они начнут говорить, что все зависит от контекста, то более подходящего контекста, нежели постоянное притеснение национальных меньшинств по языковому и этническому признакам, закончившееся восьмилетним террором, найти сложно. Цитирует Захарову РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит отстаивать свою позицию по референдумам, доказывая, что весь процесс происходит в соответствии с международным правом. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что Евросоюз может заявлять что угодно, однако это ничего не изменит, поскольку договоры о приеме ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России уже подписаны. И это реальность, с которой Евросоюзу придется жить и считаться впредь, отметил дипломат. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил. Страны, оказывающие военную помощь Украине, втягиваются в конфликт с Россией и должны отдавать себе в этом отчет. Россия будет защищать свои регионы. Это часть нашей страны, мы ее никому не отдадим. Решения все приняты. Поэтому, когда они обсуждают вопрос оказания военной помощи Украине, должны понимать, они втягиваются в конфликт уже с Российской Федерацией. Цитирует Володина РИА Новости. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области имели право на выход из состава Украины не только на основании Устава ООН, но и по гуманитарным соображениям, отметила в свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ведь если вспомнить все эти годы, отключили воду, отключают электричество, не платили пенсии, зарплаты, пособия, никакой бесплатной медицинской помощи, бомбежки, провокации, убийства, террористические акты. Там нужно восстановить мирную жизнь и чтобы люди до конца осознали, что они уже в России, что они граждане России. Цитирует Матвиенко ТАС. Что предпринимает Киев. 30 сентября в обращении к народу Украины президент Владимир Зеленский заявил, что борьба с Россией будет продолжена. Кроме того, он сообщил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Пожалуй, именно это было главным посылом речи Зеленского. Вступление Украины в альянс до окончания конфликта вряд ли стоит ожидать. Тем более, на Западе к подобной инициативе отнеслись прохладно. Однако, такое заявление явно демонстрирует, Киев больше не рассматривает вариант военного нейтралитета. Интерес вызывает и высказывание Зеленского о мирных переговорах с Россией. По его словам, переговоров не будет, пока Путин остается президентом России. Это лишь означает, что Киев не намерен решать вопрос дипломатическим путем. Похоже, это и есть ответ российскому лидеру, который в тот же день, 30 сентября, призвал Украину незамедлительно остановить боевые действия и приступить к переговорному процессу. Зеленский также объявил о дополнительных санкциях в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации. Украинский лидер призвал Верховную Раду в ближайшее время рассмотреть проект закона об упрощении национализации всех российских активов в Украине. Между тем, в Киеве, судя по всему, готовы наказывать не только россиян, но и украинцев, желающих выехать на территории подконтрольной России. Так, 30 сентября ВСУ нанесли артиллерийский удар по колонии машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области. Погибли 30 человек, еще 88 граждан пострадали. Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские власти в одностороннем порядке заблокировали проезд для жителей на освобожденной территории Запорожской области и могут готовить новую провокацию с жертвами среди мирного населения. Как будут развиваться события? Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев справедливо отметил, что референдумы в Донбассе полностью отменяют вектор развития России на десятилетия, и не только в России. По мнению Медведева, после референдумов и принятия новых территорий в состав России, геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер. Медведев также заметил, что посягательство на территорию России – это преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты. Очевидно, что после вхождения ЛНР, ДНР Запорожской и Херсонской области в состав России, нападение на эти регионы будет расцениваться как атака на территорию суверенного государства, которое, между прочим, обладает мощнейшим военным потенциалом. Многие эксперты уверены, если Киев нанесет удар по российским территориям, статус спецоперации будет изменен на более серьезный. Тут впору задуматься не только Киеву, но и Западу, чьи вооружения используются украинской армией. Казалось бы, здесь стоит поставить логическую точку. Очевидно, что после подписания документов о присоединении четырех регионов отыграть назад уже не получится. Россия не станет возвращать свои территории Украине. В случае силового захвата разгорится полномасштабная Третья мировая война с применением ядерного оружия и всеми вытекающими последствиями. Губительность такого сценария осознают все стороны – и Запад во главе США, и Россия. И, конечно же, весь остальной мир, который уже не сможет оставаться в позиции наблюдателя. Понимание серьезности подобного сценария отчетливо продемонстрировал генсиек НАТО Йенс Столтенберг, который 30 сентября, после слов Зеленского о подаче заявки на ускоренное вступление в Альянс, попытался уйти от ответа о готовности принять Украину. И это в самый кульминационный момент – в день подписания договоров о присоединении регионов к России, когда весь западный мир находился на очередной эмоциональной волне и жаждал нанести ответный удар. Со Столтенбергом солидарен и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Сальван. Чиновник заявил, что сейчас не лучшее время, чтобы обсуждать в Брюсселе возможность вступления Украины в НАТО. Одновременно и Столтенберг, и Сальван заявили о готовности и дальше снабжать Украину оружием. Кроме этого, американская газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне сообщила, что США планируют сформировать единый командный центр на территории Германии, который позволит более эффективно оказывать военную помощь Украине. По данным издания, создание миссии в Германии позволит США и их союзникам наладить обучение украинских солдат. Также это упростит оказание помощи Киеву. Все это говорит о том, что Запад будет пытаться и дальше подбрасывать дрова в украинский конфликт, действуя не напрямую, а руками Киева. Понятно, что события в Украине никогда не были просто региональным конфликтом. Исход украинского кризиса сформирует новый миропорядок. Победа Запада могла бы вернуть США на позиции лидера и мирового шерифа. Западные элиты также надеялись нанести сокрушительный удар по России, превратив ее из самостоятельного игрока в вассальное государство, по примеру, ряда других стран, в том числе в Европе. В то же время поражение в украинском конфликте нанесет Западу сокрушительный удар. И дело даже не в огромных средствах, вложенных в украинский проект. Самым серьезным поражением станет потеря авторитета на мировой арене, ведь Украина – это даже не Афганистан, откуда США с позором выводили свой контингент. Украина – это линия фронта западного мира с Россией. Кроме Москвы, в мире достаточно других игроков, стремящихся к самостоятельности. Отступление Запада станет для них сигналом для того, что в мире настало время перемен, и теперь можно действовать без оглядки. Кроме этого, западные элиты сделали ставку на Украину во внутриполитической борьбе. На фоне экономических кризисов, роста стоимости жизни и назревающих волнений, европейским и американским политикам было удобно разыграть карту Украины. Ведь все экономические потрясения можно списать на войну и плохого Путина, а переживаемые трудности назвать ценой за свободу и демократические ценности. Но с окончанием конфликта прикрываться будет нечем. Придется отвечать перед своими народами за все экономические и политические промахи. Поэтому, скорее всего, на прекращение конфликта в ближайшее время надеяться не стоит. Западный мир слишком много поставил на это противостояние. В беседе с ТАС, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валда» Дмитрий Суслов, выразил мнение, что Запад готов всеми силами способствовать затягиванию военного конфликта в Украине. Противостояние будет долгим. Это подтверждает и слова Борреля о невозможности завершения конфликта вокруг Украины после присоединения к РФ четырех территорий. На Западе, как уточнил Суслов, исходит из того, что Россия должна в конечном итоге вернуть данные территории Украине и не готовы признать сложившиеся реалии. А Россия, естественно, будет использовать все средства для того, чтобы защищать эти территории, чтобы не допустить их захват Украины при поддержке НАТО. Поэтому будет происходить эскалация, и течение военного конфликта будет затягиваться, пояснил эксперт. Вместе с тем, течение конфликта в Украине будет определяться и внутриполитической ситуации в США и Европейском Союзе. Нынешние западные элиты будут продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока они не будут сметены в результате народных восстаний. Однако, пока такая политическая трансформация не произошла, нынешнее руководство стран Запада будет дальше поддерживать Киев, несмотря на то, что издержки этой поддержки становятся болезненными для него самого. Произойдет ли возрождение западного доминирования, или это доминирование окончательно уйдет в прошлое? Будущее этого решается именно сейчас.